В конце февраля марка Nissan прекратила отгружать на российский рынок машины импортной сборки, а в марте остановила производство на петербургском заводе. Официально причинами обоих событий назывались разрывы логистических цепочек. Были прогнозы, что конвейер возобновит движение 4 апреля, но ни 4, ни 11 числа предприятие не заработало. И, как заявил глава Nissan Макода Учида, в ближайшие месяцы не заработает. В компании, учитывая общую нестабильность ситуации, решили, выражаясь корпоративным языком, списать этот финансовый год. То есть финансовые, логистические и производственные операции будут заморожены минимум до конца следующего марта. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией. Мы не подсчитывали объем продаж для России и Украины. Это означает, что операции будут приостановлены на год. Также, выступая на ежегодном брифинге по финансовым показателям, господин Учида отметил, что остановка бизнеса на российском и украинском рынках принесла компании около полумиллиарда долларов убытков. В российском офисе Nissan заявления руководителя компании предпочли не комментировать. Однако, как стало известно телеканалу Автоплюс, в офисе скоро пройдет судьбоносное собрание, на котором будет решена дальнейшая судьба бренда. Как сообщают многочисленные телеграм-каналы, определиться со своей позицией по поводу российских активов вскоре должен и концерн Volkswagen. Источники уверяют, что финальный расклад станет известен 26-27 мая. Эту информацию телеканалу Автоплюс вдобавок подтвердил председатель межрегионального профсоюза Рабочая ассоциация Дмитрий Трудовой. По его мнению, немецкая компания не планирует полностью уходить из России. Профсоюзный лидер уверен, что Калужский завод, где выпускают Шкоду Рапид и Volkswagen Polo и Tiguan, через некоторое время продолжит работу. А вот сборка Кодиака, Карока, Октавии и Volkswagen Taos на мощностях Горьковского автозавода может быть свернута. В зависимости от того, будут ли введены в действие американские санкции против газа, принятые еще в 2018 году, но многократно отложенные. Пока на конец мая. Агентство Комсомольская правда Калуга сообщает, что работники Калужского завода подписали документ о продлении режима простоя еще на месяц, до 10 июня. Так или иначе, Volkswagen сигнализирует о намерении сохранить рабочие места и в Калуге, и в Нижнем Новгороде. Но каким образом это будет сделано, неизвестно. Напомним, в 2017 году группа Volkswagen и группа ГАЗ договорились продлить сборку автомобилей на горьковских мощностях до 2025 года. Но сейчас события могут развиваться по совершенно непредсказуемым сценариям. Вопреки любым документам и соглашениям, что были зафиксированы ранее.